Как защитить права тех, кто находится в местах принудительного содержания и действовать в рамках закона? Обучающий семинар прошел для кандидатов в члены Общественной наблюдательной комиссии Самарской области. Встречу организовали Общественная палата России и Общественная палата Самарской области. Подготовка проходит в связи с истечением сроков полномочий действующих членов ОНК. Кандидаты, проходящие обучение, будут представлены в Общественную палату России. В соответствии с ее решением была определена квота на 20 человек. Это та часть граждан России и не только граждан, которые в соответствии с Конституцией обладают нашими правами. И их права должны быть тоже защищены, поскольку государство уже за преступления, которые совершены, их наказало. Но как граждане России, они должны чувствовать себя частью нашего сообщества. И мы должны понимать, что человеческое достоинство, оно нигде не должно попираться. Общественные наблюдатели в процессе осуществления своих функций вправе оценивать условия пребывания лиц в местах принудительного содержания, в том числе санитарные условия. Они содействуют защите их здоровья, помогают в решении личных проблем осужденных в коммуникации с близкими, а также во взаимодействии с руководителями исправительного учреждения. Члены ОНК имеют право обращаться в государственные органы по результатам рассмотрения заявлений, которые подают лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Осужденные могут подать жалобу по почте либо лично, когда члены ОНК посещают исправительные учреждения. В ходе семинара кандидатам в члены общественной наблюдательной комиссии было представлено методическое пособие по их деятельности, которое разработала Общественная палата России. Мы приглашаем на наши семинары для участия действующих членов ОНК и тех людей, которые в будущем решили связать свою деятельность именно с общественной наблюдательной комиссией и заниматься общественным контролем местоприлудительного содержания. Сегодня этот институт, он единственный в мире, в нашей стране. В других странах такого института нет совершенно. Наша задача, чтобы этот институт развивался и совершенствовался, а также перерастал грамотными профессиональными кадрами. В структуре Общественной палаты Российской Федерации создан координационный совет, в который входит каждый председатель региональной комиссии. Это позволяет оперативно обмениваться информацией и положительным опытом, а также реагировать на острые проблемы. Этот орган обеспечивает слаженную деятельность в каждом субъекте федерации. О работе общественных наблюдательных комиссий положительно отзываются люди, которые пребывают в местах лишения свободы, а также их родственники. Максим Магомедов, Максим Гусев, События.